Есть среди нас люди, которые, невзирая ни на что, ежедневно помогают другим. Делают они это абсолютно бескорыстно, по зову сердца. Таких людей называют волонтерами или добровольцами, потому что действуют они по доброй воле. В кинотеатре «Прогресс» состоялось чествование тех, кто помогает ребятам на фронте. Это женщины, которые каждый день плетут тактические сетки, делают окопные свечи, вяжут теплые вещи для наших бойцов. Ровно два года назад они объединились, и с тех пор их волонтерское движение развивается, включая в себя все больше и больше мастериц. Ровно два года, 27 февраля, была создана группа в чат, в WhatsApp, где просто мы собрали тех женщин, которые хотели взять носки на фронт наших солдатам. На самом деле было очень страшно, что никто не отликнется. Это было просто пожелание души чем-то помочь, потому что хотелось чем, но не знали чем на самом деле. И когда стали каждый день наступать звонки от женщин, от народных душ, от наших граждан, сердце настолько радуется, радуется до сих пор, что просто не передай себе вами. Сегодня их более двухсот человек. Женщин отличает трудолюбие и скромность. О последнем качестве говорит тот факт, что не все согласились прийти на небольшое награждение. Волонтеры получили благодарственные письма, некоторые из них выступали с ответным словом. Изучила весь материал, который был в интернете, какой можно было найти. Были периоды, когда сетки снились во сне. Сейчас у нас идет очень большой приток людей и хочется сказать большое спасибо за то, что они приходят, учатся, плетут, сети плетутся, с огромной скоростью. Большой вклад в деле оснащения наших воинов вносят азбестовские студенты. В медицинском колледже даже для удобства при плетении сетей стоит специальный деревянный станок. Станок этот обычный, деревянный, он самодельный. Размер у него где-то примерно 3,5 на 2. Туда накидывается сетка и плетется специальными способами ткань. Я, конечно, принимала решение, куда нам этот станок поставить, чтобы соблюсти все требования надзорных органов. Но принято было решение. Мы поставили в рекреацию третьего этажа. И сейчас, начиная с прошлого года, я говорю про учебный год, не календарный, а учебный год, мы работаем в плетении вот этих сетей. Мы учим ребят с первого курса. К нашей работе присоединяются преподаватели, старожаночные, потому что они стригут эти ткани для того, чтобы ребята уже могли в период обучения или на переменах, на большой перемене, остаются после уроков, занимаются плетением. Тактические сетки, как и многое другое, из того, что производят волонтеры, очень нужны на фронте. Об этом рассказал ветеран боевых действий доброволец Евгений Тюрин. Он совсем недавно вернулся из-за ленточки, куда отвозил очередной гуманитарный груз. По словам волонтера, сетки спасают жизнь. Вещи и окопные свечи греют тело бойца, а письма душу. И такие слова очень важны для наших волонтеров. Они готовы и дальше продолжать свою работу.